Новые двери кинотеатра «Буревестник» открываются для посетителей после масштабного обновления фасада. Первый сеанс в кинотеатре прошел еще 1 мая 1955 года. И с того времени перестал быть просто кинотеатром. Он превратился в главную досугую площадку района, которую ежегодно посещает 50 тысяч человек. Здание обновленного кинотеатра посетил глава города Юрий Шлобаев. В таком виде он у нас был. Кровь текла. Кровь текла. Фасад был разрушен. Сейчас все в совершенно другом виде. Во время ремонтных работ внимание уделили не только устранению накопившихся за год проблем, но и постарались сохранить визитные карточки «Буревестника», цвет и архитектурные элементы, даже крыльцо. Капитально отремонтировали крышу, покрыли металлочерепицей, крыша очень красивая. Отремонтировали фасад и отремонтировали входную группу, крыльцо, подсветку сделали, сделали пандус для людей с ограниченными возможностями. По словам Сарбовичей, «Буревестник» давно стал одним из символов района. Я здесь давно живу, мы ходили туда, здесь еще в советские времена мы ходили. Старый был, пошарпанный, видавший виды, сейчас все красиво. Как сообщил глава города Юрий Шлобаев, в планах на следующий год провести ремонт внутри здания. Здание построено в стиле сталинского классицизма, и было важно сохранить этот архитектурный облик. Даже цвет подобрали немного не тот, который был в последние годы, а именно исторический. Есть еще потребность определенная в проведении ремонтных работ и внутри здания, об этом будем думать. В юбилейный год город смог обратить особое внимание на объекты, связанные с именем нашего земляка, писателя Максима Горького. Так обновили не только здание кинотеатра «Буревестник», площадь Горького и другие объекты. Вдобавок администрация города приняла участие в организации литературной премии «Данка» Международного фестиваля искусств имени Горького. Служба информации Мария Бурова.